Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. Занятие у нас семинарское. Мы приступили к изучению науки логики Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Сегодня мы будем говорить о томе первом, объективной логике, учении о бытии. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Было предложено 10 вопросов для разбора. Давайте я сначала дам короткий комментарий по поводу присланных работ. Несколько часов назад всего было прислано 120 работ. Все эти 120 работ мне удалось проверить. Все получили зачет. Некоторые товарищи получили зачет с замечанием. Но были работы, где мне очень хотелось поставить не за счет. Мы эти работы и ошибки в этих работах разберем сегодня. Но я пересилил в себя и поставил всем зачет с замечаниями некоторым товарищам. Связано это с тем, что вообще говоря, то, что тот предмет, который мы изучаем, а именно науку логики, предмет является сложным. И вообще говоря, те категории, которые мы здесь изучаем, они у всех на слуху, с одной стороны. А с другой стороны, никто определить эти категории или большинство людей определить эти категории не может. Потому что категории сложные, переходы между ними тоже непростые. Ну и поэтому, в общем-то, товарищи, даже те, которые попытались что-то написать, те получили зачет. Я исходил из именно такой постановки вопроса, что предмет сложный. И те, кто пересилил в себя и что-то написал, те уже получили зачет. Значит, давайте мы посмотрим следующим образом. Мы сначала послушаем товарищей, которые присутствуют точно, кто хочет выступить по предложенным вопросам. А дальше я расскажу о том, какие ошибки я нашел в присланных заданиях, с одной стороны. А с другой стороны, мы, может быть, попытаемся продвинуться немножко дальше. Или повторить, по крайней мере, частично все переходы, которые мы разбирали на лекции. Ну что, товарищи, кто хочет выступить и рассказать вот о тех вопросах, которые были поставлены к разбору? Предлагаю начать с самого начала, с первого вопроса. И мы так и пойдем. Конечно, до меры мы не доползем сегодня. Но попытаемся продвинуться максимально далеко. Кто готов выступить? Ну, товарищи, не стесняйтесь, давайте. Задача заключается в том, чтобы не слушать прекрасные выступления Попова Михаила Васильевича, мои тут песнопения. А задача заключается в том, чтобы вы могли пройти хоть от одной категории к другой самостоятельно. И в этом заключается задача обучения. Так что давайте брать самую первую категорию, поймем, почему она самая первая, и пойдем от нее попытаемся продвинуться. Кто хочет с самого простого начать? Давайте. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Дмитриев Максим Денисович. Я слушателем первого отделения Красного университета. Так, первый вопрос. Давайте, может быть, пойдем не по вопросам, а по категориям. Первая категория является бытие. Чистое бытие, если быть точным. Она, начало просто потому, что чистое бытие, оно есть. О нем больше нечего сказать. А почему мы не можем взять какую-нибудь другую категорию за начало? Потому что, ну, предположительно, тогда у нас, получается, мы должны начинать с ничто. Но с ничего нельзя начать. Нет, почему с ничто мы должны начать? Почему? Ну, если у нас мы должны начать с начала, то есть, это должно быть что-то. Да. Вот. А раз оно что-то, значит, оно есть. А раз оно есть, оно бытие. Да, поэтому, что бы мы ни взяли за начало, категория чистого бытия будет все равно предшествовать любому начало, которое мы бы не взяли. И поэтому разумным является взять как раз за самое начало, в качестве неразитого результата, категорию чистого бытия. Ну, давайте берем категорию чистого бытия. Что мы с ней... Давайте ее рассматривать. Так. Чистое бытие... Оно есть. Оно есть, и в нем больше ничего нет. Ну, раз в нем больше ничего нет... А что значит в нем больше ничего нет? Что это означает? Ну, в целом правильно, но как бы тут как-то надо сформулировать более точно. Ну, что тут, значит, внутренностей нет никаких. Вот Гегель говорит, что у категории, там он пользуется такими терминами, у нее нет других определений, да, нет ничего в нем созерцать. То есть, мы... Чистое бытие нельзя определить никак. Почему? Пока мы... Почему? Потому что, ну, оно есть. Ну, мы потом узнаем, потому что мы, на самом деле, потом узнаем, что такое определенность. Но у чистого бытия нет никаких определенностей. Вообще. То есть, у нее нет никаких определенностей, соответственно, нет и определений. Потому что определение – это категория, это определенность просто более сложного порядка. Поэтому, да, вот про нее можно сказать, что она есть, и нечего о ней сказать, как и таковой, пишет Гегер, да? Да. А раз нечего о ней сказать, значит, она то же самое, что и ничто. Нет, не то же самое, что ничто. Это значит, что мы в своих рассуждениях, рассматривая, мы вот взяли чистое бытие и начали его рассматривать. И мы пришли к, при рассмотрении чистого бытия, пришли к мысли о ничто. К нам, вот, мы дошли до ничто. Пока мы не говорим, что оно одно и то же, мы это все скажем. Но пока мы просто наткнулись на ничто, и нам это ничто нужно взять, подобрать и как-то включить систему категорий наших, да? Так. Вот мы и рассматриваем ничто. Не, не, подождите, давайте ничто пока не будем рассматривать. Мы дошли до мысли о ничто, и теперь нам эту категорию нужно назвать. А как мы будем называть эту категорию? Ну вот бытие у нас было чистое бытие, да? Потому что оно взято как абсолют, ничем не посредственно. И мы тут наткнулись на ничто. Тогда это получается просто бытие? Нет, это не просто бытие. Чистое. Чистое ничто, вот товарищ подсказывает. То есть мы это ничто, на которое мы в первый раз наткнулись, мы называем, как категорию называем, чистое ничто. Не просто ничто, а чистое ничто. Ну вот так просто исторически мы идем в наших рассуждениях. Ну чистое бытие было. Оно перешло, значит, мы рассматривали чистое бытие, потом получили ничто, которое мы самое первое назвали чистым ничто. Категория называется чистое ничто. И что мы должны зафиксировать тут? Вот мы увидели эту категорию чистого ничто. И что давайте мы зафиксируем? Что произошло? Произошел переход, да? Переход движения. Бытие, чистое бытие перешло в чистое ничто. То есть как мы движемся? Мы рассматривали чистое бытие, потом увидели ничто, назвали его чистым ничто и зафиксировали, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Отлично. Что мы дальше делаем? Поскольку чисто ничто тоже есть. Не, не, а что мы делаем дальше? Тут всегда этот вопрос в науке логики Геггера, он всегда на него ответ один и тот же. Всегда будет ответ один и тот же. Что мы делаем дальше? Ну, дальше мы рассматриваем результат. Да, рассматриваем то, к чему мы пришли. Именно. Мы рассматриваем, мы не вскачиваем там, не отскакиваем куда-то назад, да? А то, что мы получили, то мы и рассматриваем. И, кстати, заметьте, это не только в науке логики Гегеля такой принцип используется. А, скажем, если вы будете читать «Капитал Маркса» подряд, то Маркс никуда не прыгает от одного, от одной категории к другому. То, что он получил в профпредыдущей главе, он будет рассматривать следующее обязательно. Здесь мы таким же принципом пользуемся. Мы получили чистое ничто, давайте его рассматривать. Рассматривайте. Так, мы рассматриваем получившееся уже чистое бытие, которое перешло в чистое ничто, и теперь мы зафиксировали, и теперь мы получаем бытие, поскольку оно уже не чистое. Но мы пока не получаем бытие. Мы рассматриваем чистое ничто. Давайте рассматривать его. Чистое ничто, оно тоже есть. Так, отлично. А раз оно есть, то оно бытие. Так. Значит, оно просто бытие, поскольку оно уже прошло через чистое ничтое, то есть оно уже не чистое. Вот. Итак, мы, значит, перешли от... Мы можем сфиксировать, что мы перешли, что у нас чисто... Точнее, давайте тут более точно будем высказывать, высказывания использовать. На самом деле, не мы перешли, потому что получается, что какой-то субъективизм мы вводим в это во все. На самом деле, как бы, не наша мысль так двигалась просто, но мы изучаем объективное движение. Поэтому не мы перешли, будем говорить, а само чистое ничто перешло в бытие. Вот так вот правильно говорить. То есть, мы зафиксировали то, что чистое бытие перешло в чистое ничто, теперь чистое ничто перешло в бытие. Так. Теперь рассматриваем... А бытие, что с бытием-то? Да, рассматриваем бытие. И что мы про него можем сказать? Ну, тоже, что оно и есть. Ну, это да, но тут надо заметить, что на самом деле у нас бытие уже перешло в ничто. Вот там мы замечали, что чистое бытие переходило в чистое ничто, ну и значит, бытие переходит в ничто. Так что и оно уже перешло. Значит, здесь движение, нам нужно зафиксировать вот это бесконечное движение перехода бытия в ничто и ничто в бытие. И чтобы нам, а то мы, получается, будем хватать каждый раз, ну, тут сейчас мы рассматриваем бытие, про что-то про него пытаться будем говорить. А здесь не такой подход. Чистое бытие перешло в чистое ничто, значит, бытие перешло в ничто. Поэтому, как только мы взяли бытие, оно тоже перешло в ничто. А ничто перешло в бытие. И вот, чтобы мы не хватали, хватаем ничто, оно тоже переходит в бытие. Хватаем бытие, оно тоже переходит в ничто. Хватаем в том смысле рассмотрения, естественно, не физического, а тактильного движения. Вот, ну давайте, да. И мы должны зафиксировать результат. Результат мы фиксируем тем, что это череда постоянно сменяющих друг друга, вытяяний, что? Ну, они не сменяют друг друга, они переходят друг к другу. То есть у нас, вот у нас было, сначала мы рассматривали бытие, было, потом ничто было, а потом мы вдруг поняли, что нет бытия отдельно, нельзя вот, нельзя ухватить бытие умственным взором и держать его долго, оно перешло уже в ничто. И то же самое с ничто, мы как только взяли ничто, оно перешло в бытие. Поэтому у нас нет бытия, нет ничто, а есть что? Бытие приходящее ничто, ничто приходящее в бытие. Да, ну или как говорит, как пишет Гегель, движение исчезновения бытия ничто в ничто, а ничто в бытие, да? И это и есть становление. Отлично, вот мы и дошли до становления. Спасибо, замечательно. Так, ну давайте, товарищи, кто хочет взять, давайте рассматривать становление. Но прежде чем мы его будем рассматривать, я тут задам парочку каверзных вопросов. Да вы выходите сюда. Вот мы когда, мы рассматривали чистое бытие, чистое ничто, потом бытие, потом ничто. Вот про эти категории что-то можно сказать? Потом нашли становление. Чем-то становление отличается от вот этих категорий, которые были до него? Отличается. Каким образом? Это первая истинная категория. А почему? Потому что она содержит в себе противоположности. Противоречия. Противоречия, да. То есть она в себе содержит два противоположного движения. И поэтому она первая противоречивая категория, в ней действительно она истинная первая категория. То есть когда мы рассматривали бытие и ничто, и чистое бытие, и чистое ничто, это были… А какие вот это были категории? Они были не истинные, а какие они были? Односторонние. Абстрактные. Абстрактные. Ну, односторонние, да, в этом смысле тоже, конечно. Абстрактные, а становление какая категория? Истинная или как по-другому, по противоположность абстрактному, как мы говорим? Конкретная. Да, то есть конкретная – это как раз в которой заключают все противоречия. То есть становление – это первая конкретная или истинная категория. Отлично. Хорошо, что вы это вот все ухватили. Так, замечательно. Давайте рассматривать становление, да? Да. Давайте. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Абрамов Андрей. Я слушатель первого пульса Красного университета. Значит, два момента становления. Мы как-то сразу же к моменту. Мы вообще не знаем, что такое момент. Согласен. Мы рассматриваем полученный результат. Да, какой результат? Давайте еще раз зафиксируем. Полученным результатом является становление. Полученным результатом является движение, исчезновение, бытие, ничто и ничто в бытие, которое мы назвали становлением. Полученным результатом является движение, проникновение, исчезновение в бытие, ничто и ничто в бытие. Тут заметьте, я пытался все привести к мысли о том, что действительно бытие именно исчезает, то есть оно как и бытие исчезает в ничто, и ничто исчезает в бытии, то есть вот это вот исчезновение, тут мы пытались зафиксировать, то есть как только мы его брали, оно сразу же исчезало в другом. Вот поэтому именно движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии. Так, рассматриваем. Мы приходим, приходим, мы видим, что некие два движения в одном движении, становление само по себе есть, ну как самостоятельная конкретная категория, но в ней, в нем, в становлении происходит движение двух абстрактных категорий, бытия и ничто. Вот это вот вы тут начали зачем-то опять плутать. Абсолютно правильно вы сказали. Мы увидели в становлении два движения в одном движении, противоположных. Бытие переходит ничто, ничто переходит в бытие. Движения противоположные. Не по физическому направлению, а просто они противоположные, в том смысле одно переходит в другое и обратно. И что мы, как мы, нам бы эти движения сразу же назвать, как бы подобрать то, что мы выкопали-то. Давайте их назовем. Моментами. Отлично. То есть вот эти два движения, два противоположных движения в одном движении называются моментами. Или можно говорить, что моменты это нечто неразделимое. То, что нельзя разорвать. Отделить друг от друга. Так, нашли моменты. То есть категорию моментов мы зафиксировали. Теперь идем дальше. Рассматривая это беспокойное единство. Нет, про беспокойное единство. Мы заметим потом, конечно, что беспокойное единство имеет место быть. Но нам бы сначала, так сказать, подобрать, собрать все плоды наших рассуждений. Итак, мы нашли, мы как бы сказали, что два противоположных движения, это моменты. Теперь давайте эти два противоположных движения назовем. Два противоположных движения. Когда бытие переходит в ничто, Гегель подобрал такое определение, как прихождение. Именно прихождение, потому что бытие перешло в ничто. Рассматривая момент перехода ничто в бытие, Гегель подобрал определение возникновения. Это хорошо, замечательно, да. Во-первых, ну, все-таки он так назвал эти категории, но, конечно, эти категории были известны и до него, и назывались так до него. Все-таки давайте будем, опять мы тут субъективность Гегеля примешиваем ко всему этому, хотя его заслуги мы не отрицаем, конечно. Итак, бытие, переходящее в ничто, то есть вот одно движение, бытие, переходящее в ничто, в становлении, именно в становлении, не просто как бы отдельно, как бытие, переходящее в ничто, а именно в становлении, бытие, переходящее в ничто, это называется прихождение. А ничто, переходящее в бытие, этот момент называется возникновение. Итак, мы увидели в становлении два момента – прихождение и возникновение. А не кажется ли вам, что тут само бытие ничто куда-то пропало в этих движениях? То есть получается, что у нас есть становление, моментами которого является возникновение и прихождение, а бытие ничто растворилось где-то? Нет, они сохранились в этих движениях возникновения и прихождение. А что здесь в бытие? А что здесь ничто? Бытием является прихождение. Так, почему? Потому что как только мы ухватились за бытие, оно тут же перешло в ничто. Нет, еще раз. Давайте еще раз, чтобы показать, что вы абсолютно правильно сказали, что прихождение – это бытие в становлении. Для того, чтобы это доказать, надо сказать, что такое прихождение. Что такое прихождение? Это ничто, переходящее в бытие. Прихождение. Прихождение – это бытие, переходящее в ничто. То есть бытие, запятая, переходящее в ничто. А короче, бытие. Так, и то же самое с возникновением. Это ничто, переходящее в бытие. Коротко, ничто. Отлично. Идем дальше. Значит, у нас мы рассматриваем становление, два его момента, возникновение и прихождение. Возникновение – это ничто, а прихождение – это бытие. Отлично, идем дальше. Рассматриваем два этих движения. И замечаем, ну, некое их беспокойное единство. Так, ну, беспокойное. Вместе они борются друг с другом. Нет, они не борются друг с другом. Их совместное движение. Нам надо заметить, что становление есть благодаря разнице между бытием и ничто. Так ведь? Потому что становление… Да, там становление разные. Да, они там просто разные. Становление и прихождение – это разные категории. Не по математическим законам плюс-минус, а просто по той простой причине, что бытие – это бытие, а ничто – это ничто. Да, в становлении бытие и ничто разное. Да, мы забыли сказать, кстати, вот этот момент мы не отметили. Когда мы рассматривали чистое бытие и чистое ничто, как и ничто, и бытие еще вне становления, нам на самом деле неважно было говорить, что есть ничто, а что есть бытие. То есть, мы на самом деле бытие могли называть ничто, а ничто называть бытием. Они в этом смысле, они вне становления, они одинаковые. Гегель по этому поводу замечает, что в абсолютной темноте так же ничего не разобрать, как в абсолютном свете. То есть, в этом смысле бытие и ничто – это одно и то же. Но в становлении они разные. И становление есть благодаря разности, бытие – ничто. Потому что если бы мы не различали бытие – ничто, там именно ничто переходит в бытие, и бытие переходит в ничто. Если бы этой разницы в становлении не было, то с становлением были бы проблемы. Но как раз эта разница, которую мы видим в становлении, она что с ней происходит? Исчезает. Она исчезает. Да. Потому что, опять же, возвращаемся к тому моменту, что бытие сразу же переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. И они… Исчезает разница между ними в становлении. А значит? Исчезает само в становлении. Так. Все потеряли. Нажитое непосильным трудом. Закрываем. Расходимся. Но не прощаемся. Не прощаемся. Почему? А почему? Не прощаемся, потому что… И нам тут нужно сделать задел такой на будущее. Большой. Как раз. Диалектика не допускает исчезания полного… Полного отбрасывания, да. Такого как бы выкинуть и уйти нельзя в диалектике. А что… Она допускает отрицание, но с удержанием предыдущего результата. И в дальнейшем все наши выводы мы должны строить с учетом пройденного пути. То есть изучим ранее категории. Да. Если даже я сейчас встану и вот уйду, буду отрицать, вот выйду из-за двери, буду отрицать себя в этом смысле, то вот на записи я останусь, например. Уж точно. Так что это будет такое отрицание с удержанием. Все мы разойдемся сегодня, будем отрицать себя в том смысле, как занятие, будем отрицать его, а на записи мы все останемся. Все мы будем помнить то, что мы разбирали. И что-то останется, я надеюсь, у каждого в голове после этого занятия. Поэтому отрицание действительно может быть в философии и в диалектике, в частности, именно как отрицание с удержанием. И что это отрицание с удержанием, как мы его оба, нам надо это назвать, эту категорию? Снятие. Да, эта категория называется снятие. Отлично. Вот мы эту категорию подобрали, и таким образом, кстати, ответили на третий вопрос задания. Ну, что, готовы вы перейти от... Дальше сделать шажок от становления. Снимать становление готовы? Отрицать его? Или кого-нибудь другого попросим? Готовы. Снимайте тогда. Снимая... Или разглядывая полученный результат... А какой результаты? Что мы в качестве результата разглядываем? Мы разглядываем спокойную простоту. Нет, мы до спокойной простоты еще не дошли. Мы разглядываем... Мы даже все-таки разманываем становление. Разглядываем... Мы договорились до того, что становление снимает себя... Мы приходим к следующей категории не ранее, чем зафиксируем предыдущий результат. Да, мы пока даже не знаем, что мы приньем к следующей категории. Мы когда на нее наткнемся, мы даже не знаем, что к следующей категории будет. Может, ее не будет. Значит, давайте мы рассматриваем... Мы будем рассматривать становление, и мы пришли логически к тому выводу, что становление исчезает. А значит, под исчезанием мы понимаем отрицание или снятие диалектическое. Вот нам нужно отрицать становление. Давайте его отрицать. Отрицая становление, мы видим беспокойное единство, бытие и ничто в становлении. Значит, мы так должны говорить, что становление есть беспокойное единство, бытие и ничто. Вот это правильно. Мы уже это зафиксировали на самом деле. Просто мы сейчас подбираем немножко те знания, которые уже были. Итак, это становление есть беспокойное единство, бытие и ничто. Так, это правильно. Отрицанием беспокойного единства является спокойная простота. Отрицание беспокойного, ну очевидно спокойное, а отрицание единства, что такое единство, оно возможно только лишь при как минимум двух чего-нибудь. Да, но это что-то сложное. Это сложная категория, она сложена из простых. Да, как минимум из двух. Как минимум из двух. Да. Так вот отрицанием единства является простота. И в итоге отрицанием беспокойного единства является спокойная простота. Так, и что это за простота такая? Зафиксированная категория очередная. Ну на самом деле не совсем, мы еще рано ее фиксировать, нам надо понять, что мы получили спокойную простоту. И она как что представляется перед нашим взором? Разглядываю ее как бытие. Ну да, она просто, вот она явилась там как бытие, потому что никак не штук нам явилась, значит она есть, во-первых. Во-первых, да, она есть, значит она бытие. И она является перед нашим мысленным взором как бытие. Поэтому, ну это что-то связано с бытием. То есть я хочу намекнуть на то, что даже название категории, которые мы будем сейчас придумывать, оно как бы не из потолка взято. Это некое бытие, но спокойное, простое. И давайте назовем его. Ну раз оно бытие, то это уже бытие. Нет, нет, все, мы уже все откопали. Это спокойная простота, представшая перед нами в виде бытия. Давайте назовем вот эту спокойную простоту, взятую в виде бытия. Ну кроме этой спокойной простоты, мы больше ничего не видим. Она у нас. Давайте назовем ее. Называем ее. Все, все, мы уже нашли вот эту категорию. Мы нашли. Наличное бытие. Отлично. Все, мы просто зафиксировали, что вот эта спокойная простота, представшая в виде бытия, есть наличное бытие. Мы вот так, причем наша фиксация, это наш, ну можно сказать, в некотором смысле волюнтаризм научный. То есть мы так решили. Вот это мы будем называть наличное бытие. Ну, естественно, это связано с историей развития науки, и Гегель тоже, он не с потолка берет эти категории, но в целом рассуждение именно такое. Вот мы нашли вот это, и мы это будем называть наличное бытие. То есть никак нельзя подвести, что это наличное бытие. То, что эта спокойная простота появлялась перед нашим взором в форме бытия, просто нам, ну дает какой-то намек на то, как бы было хорошо, каким образом было бы хорошо назвать эту категорию. Ну вот мы так ее и называем, наличное бытие. Да? Хорошо, спасибо, отлично, замечательно. Так, давайте будем рассматривать наличное бытие, грызь дальше. Здравствуйте, я Лазарев Александр Михайлович, слушатель очного отделения первого курса Красного университета. Наличное бытие. Ну, это спокойная простота, то есть на лицо только прийтие. Но мы помним, что оно содержит в себе ничто? Не помним, чего это вдруг, откуда. Ну как, может, пришли. Но в нем есть ничто? Не знаю, почему, докажите. Потому что становление есть, а становление, момент ничто. Но в становлении есть ничто, а как это относится к... Так, мы же сняли становление, то есть отрицаем с удержанием, значит оно там есть. Наличное бытие есть результат снятия становления. Результат снятия становления, да. Значит, в наличном бытие есть ничто. Нет, нет, нет. Есть становление. Здесь становление. В становлении есть и бытие, и ничто. И бытие, и ничто. Бытие где? В моменте... Дал на лицо. Вот оно, оно, вот оно, на личное бытие, оно налицо. А ничто? А ну, как момент? нет она пока никакой момент она на она в наличном мытье неким моментом не пока не предстала где она но но мы оно есть на самом деле она в личном hockey где то есть но оно что но она не на лицо но оно не нагрессов так но на есть и ставить Ну, мы его разглядели уже. Мы сказали, что оно есть в наличном бытии, да? Да, и называется это небытие. Отлично. Вот. И дальше там есть фраза, которая это все подытоживает. Небытие взятая в бытие так, что конкретная целая имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Да, все подытоживает. А что это за фраза такая? Это что так, мы просто повторяем эту фразу? Ну, в принципе, анализ черт, вообще, надо объяснить сложнее, да. Ну, а как? Давайте все-таки попытаемся объяснить, да. Потому что как раз это вот самой первой категории, и тут объяснить как раз все просто. Ну, вот давайте какую-нибудь определенность найдем. Ну, вот вашу определенность. Да, свитер. Да, вот вы человек в свитере, да? То есть свитер является вашей определенностью. Очевидно, что если я разглядываю вас, свитер не является наличным бытием для меня, так ведь? Да, потому что я разглядываю вас. Так, это ваше небытие. Отлично, но теперь я как бы начинаю думать о свитере, да, но при этом все еще разглядываю вас, то есть усовым взором смотрю именно на вас, но начинаю уже думать о свитере. То есть вот это небытие и я как раз принимаю небытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, то есть пока вы принимаете для меня форму бытия, но я уже начал разглядывать ваше небытие в этом смысле. Ну вот, поэтому это никакая не такая забавная формулировочка от Гегеля, а просто мы берем небытие, но еще помним, что мы разглядываем на самом деле, то есть мы начинаем брать небытие, но в бытие принимаем его, так что конкретное целое имеет форму бытия. Не это называется? Определенностью наличного бытия. Определенностью наличного бытия. Отлично. Вы получили результат, надо его рассмотреть. Как только начали рассматривать определенность этого бытия? Не совсем так, ну да, да, я хотел подвести. Да, ну давайте. Ну то есть мы, раз мы начали рассматривать, значит это уже... Нет, пока мы, пока мы на самом деле, до этого мы тоже рассматривали небытие. Просто мы его принимали в целое как бытие, а вот сейчас мы будем делать такое... Мы его выделили. Мы с нами будем отрывать его от, на самом деле, наличного бытия. То есть рассматривать как? Как бытие. Ну да, как бытие, но что это значит? Мы его изолировано рассматриваем, изолируем от наличного бытия. То есть мы берем вот это небытие, вот эту определенность и рассматриваем ее изолированно. Ну как бы, мы же... Да, тут такая хитрость получается, что мы мысленно, на самом деле, ее пытаемся рассмотреть изолированно, но мы знаем, и Гигель нам об этом говорит, что определенность никогда от наличного бытия отделена не будет, изолирована не будет. Но мы умозрительно пытаемся рассмотреть ее изолированно. И, кстати, вот это движение, то, что мы пытаемся ее изолированно рассмотреть, потом мы поймем, что это все был мираж. Нельзя так рассматривать его. Мы сейчас дойдем до этого. Ну, когда мы до более высокой категории дойдем. Но давайте пока рассматривать. Значит, мы взяли определенность изолированно. И что мы про это говорим? Что это называется? Качество. Да, и вот это определенность от изолированного мы просто называем качество. Так. Качество. Так, начинаем рассматривать. Надо рассмотреть как качество, как бытие и как ничто. Нет, подождите, рано. Рано и очень быстро. Значит, рассматриваем качество. Качество рассматриваем. Оно есть. Есть. Значит, оно что? Бытие. Какое? Наличное бытие. Да, потому что мы же не самое первоначальное бытие. Наличное бытие. То есть, качество оказалось тоже наличным бытием. Отлично зафиксировали это. Дальше что мы делаем? Вот дальше как раз надо взять, это как бытие и как ничто. А вот почему дашь, что, что, каким образом ты нам вот прийти к бытию ничто? Качество взятое как бытие. А почему мы его берем как бытие и как ничто? Ну, мы же наличное бытие уже рассматривали. И за качество наличное бытие мы можем взять как бытие. Да, можем, действительно. Ну, вот смотрите, как Гегель об этом пишет. Но наличное бытие, в котором содержится как ничто, так и бытие, само является масштабом для односторонности качества, как лишь непосредственной или сущей определенности. Качество должно быть положено также и в определении ничто, благодаря чему непосредственно и сущая определенность полагается как некая различенная рефлектированная определенность. И таким образом ничто, как определенность некоторой определенности, есть также некое рефлектированное, некое отрицание. То есть он говорит о том, что рассмотрение наличного бытия, ну вы сами сказали, что качество – это наличное бытие. Значит, наличное бытие мы действительно рассматривали как ничто в нем находили и как бытие. И мы не повторяем на самом деле, мы не находим опять в качестве и ничто и бытие. Вот Гигель здесь говорит, что нам просто подсказывает предыдущее рассмотрение наличного бытия, что и качество можно рассмотреть как ничто и как бытие. Но это будет все то же самое качество. То есть мы на самом деле не отрываем в нем еще раз ничто и еще раз бытие. Мы просто даем такой масштаб этого качества. То есть качество можно с двух сторон рассмотреть, но это одно и то же качество. Просто это будет потом важно, когда мы попытаемся все свернуть обратно. Так, давайте. Вот нам получается, что наличное бытие дало этот масштаб. И мы будем рассматривать качество с двух сторон. Как бытие и как ничто. Рассматривайте. Качество взято как бытие – это реальность. Да. А как ничто – отрицание. А как ничто – отрицание. Так, да. Вот вроде бы такие категории, которые, в общем-то, у всех на слуху, все знают, что такое реальность отрицания. Но вот именно так вывести и сказать, какое положение эти категории занимают в системе логических категорий, мало кто может. Хотя, вроде как, мы все знают, все используют и реальность, и отрицание как таковое. Так, отлично. Мы, значит, зафиксировали, что качество может быть рассмотрено, ну или, да, рассмотрено с двух сторон, как реальность и как отрицание. Давайте дальше. Что делать? Ну, реальность, наверное, рассматривать. Ну, рассматривать – это, так как это, ну, оно есть. Так, есть, да. Значит, это наличное бытие. Отлично. Ну, можно рассмотреть отрицание. Так, и что, в принципе, оно тоже есть. Ну, даже не в принципе, оно просто есть. Да, оно есть тоже. Так, это тоже наличное бытие. Отлично. Что получается? Получается, что… Все, что мы рассмотрели, есть наличное бытие. То есть, неотделимо друг от друга. Мы увидели, на самом деле, неотделимо, на самом деле. Мы пытались оторвать, вот мы в определенность брали и пытались ее различить от самого наличного бытия. Да? Различить, в смысле, как бы оторвать и рассмотреть отдельно. И пришли, там что? Пришли, что это тоже наличное бытие. Потом взяли качество, рассмотрели его как реальность и отрицание. Тоже наличное бытие и то, и другое. Поэтому, снятое различие между чем и чем? Между реальностью, отрицанием и качеством. Качеством и наличным бытием. Да, и наличным бытием. Оказалось, что вот это все одно и то же. То есть, мы таким образом сняли это различие вообще. И вернулись мы к чему? К бытию. Ну, мы вернулись к наличному бытию опять. Но это уже не такое наличное бытие, как было в самом начале. Потому что оно стало положенным. Положенное – это что такое? Определенно. Нет, неопределенно. Положенное – это что значит? Положенное. Это взятое через отрицание. То есть, мы… Как получилось это движение? Мы брали наличное бытие. Потом рассматривали качество. Потом рассматривали определенность. У кого есть сомнения, что определенность – это отрицание наличного бытия? Нет у в этом сомнений. Ну, потому что это не бытие. Да, значит, это отрицание наличного бытия. То есть, мы взяли наличное бытие с отрицанием. Отрицали наличное бытие, рассматривали, а вернулись опять к наличному бытию. То есть, наличное бытие оказалось положенным в этом смысле. Вот, и что теперь нам надо про это сказать? Назвать это нужно? Да. Назвать это определенным наличным бытием и вытие на счастье. Да, он только не так быстро, как вы. Да, наличное суще. Да, он говорит, значит, он говорит так. Итак, мы увидели, что снято различие между реальностью, отрицанием, качеством и наличным бытием, значит, нет ни реальности, ни отрицания, ни качества, ни наличного бытия на самом деле. А этим заключается в том, что есть только определенное наличное бытие, наличное сущее или ничто. Замечательно. Спасибо. Так, значит, мы, смотрите, качество ответили на четвертый вопрос. Давайте дальше идти. Что ж, докопались мы до нечто. И про нечто, заметьте, ну, по крайней мере, про наличное сущее. Да, почему вот наличное сущее возникает. Про наличное сущее можно сказать, что оно отвечает на два вопроса. Да. И что? Что наличное сущее. И какое? Какое наличное сущее? Вот. Ну и про нечто, соответственно, можно тоже самое сказать. То есть нечто, вот такая уже категория, которая в себе содержит и определенное наличное бытие, и его определенность одновременно. Так. Давайте рассматривать нечто. Кто готов рассмотреть нечто? Как дела у вас, нечто, товарищи? Ну, нечто, такая простая категория. Нам вот надо дойти, смотрите, тут пределы до основания, значит, нам до конечного надо дойти, как минимум. Потом еще истинная бесконечная, может, мы захватим. Ну что, давайте рассматривать нечто. Хорошо, если тут уже могут быть сложности, значит, давайте рассматривать нечто. Нечто есть в себе становление по-прежнему, так ведь? Потому что становление где-то там у нас было. А значит, у нас нечто представляется как бытие, но где-то и должно быть ничто. И как раз ничто по отношению к нечто – это иное или другое. Ну и таким образом, вот рассматривая просто нечто по отношению к самому себе, мы получаем иное. То есть другое, второе нечто. И тут опять все равно, как что брать за нечто, что за иное, что брать за иное. Нечто иное перед нашим умственным взором возникают как рядом положенные. А не еще нечто у нас не положено как становление. Мы просто зафиксировали то, что есть нечто, и рядом с ним есть иное. При этом рядом с ним имеется в виду именно как внешнее наблюдение. А нечто само внутри еще не положено как становление, моментами которого являются два нечто. А на самом деле бы нам так надо представить это нечто. Ну вот, рассмотрели таким образом нечто по отношению к себе, нечто по отношению к иному. Ну, когда мы рассматриваем нечто по отношению к иному, мы сказали, что нам все равно, что брать за иное, что брать за нечто. И нечто может быть иным, иное может быть нечто. Теперь нам надо взять иное и рассмотреть иное по отношению к самому себе. То есть определить, что такое иное-инова. Иное. Иное, да. И вот мы приходим к такой интересной мысли, что иное-инова есть иное. И в этой мысли заключаются два противоположных суждения, которые очень важны и которые сейчас определят категорию, без которой вообще никуда в диалектике не сдвинутся. Значит, смотрите, как получается. Иное-инова есть иное. То есть первое утверждение заключается в том, что иное-инова есть то же самое иное. А второе утверждение. Иное-иное есть иное, другое. То есть получается, что у нас это верно для иного, соответственно, это и верно для нечто. Потому что мы сказали, что неважно брать что за нечто, что за иное. И получается, что у нас не просто нечто теперь, а нечто одновременно равное самому себе и неравное самому себе, изменяющееся. И таким образом мы докопались до изменяющегося нечто. И с этого момента все, что мы не берем, любую категорию, которую мы не берем, она будет содержать в себе изменения. И в этом изменении мы различаем опять два момента. Ну, то есть они, естественно, различаются, но мы их должны назвать. Момент равенства с собой – это момент в себе бытия. А момент неравенства с собой называется «Бытие для иного». Или для другого. Вот в этой книге, вот этого издания, тут пишется про бытие для другого. Но иное, другое – это одно и то же. Так. Значит, и да, вот эта категория изменения, как я сказал. Но, опять же, спросите у тех, кто с диалектикой не в ладах, тех, кто пропагандирует исключительно формальную луку и на ней стоит, что такое изменение. И вы от этих товарищей никогда не услышите, что такое изменение. Потому что в категории изменения содержатся два противоречивых утверждения. Это одновременно равенство с собой и одновременно неравенство с собой. Так. Рассматриваем, идем дальше. Так, у нас как раз осталось тут еще, давайте, пять минут, попытаемся продвинуться дальше. Теперь рассматриваем момент в себе бытия. Оказывается, что в моменте, поскольку и в себе бытие, и в бытие для иного – это момент изменяющегося нечто. Значит, нечто у нас стало теперь только изменяющимся. Никаких других в нечто у нас больше нет. Изменяющимся. Его моментами являются в себе бытие и в бытие для иного. Так как это моменты, они неразрывны. Соответственно, во в себе бытие есть бытие для иного. Ну и вот Гегель находит во в себе бытие такой момент в себе бытия, который не содержит бытие для иного. Или активно противостоит переходу в иное. То есть противостоит этому переходу в иное, в изменяющемся нечто. И этот момент он называет «в». Как-то он по-другому называется. Кто-нибудь не напомнит. Он называет «в» или как? В нем бытие. А? В нем бытие. В нем бытие, правильно. Да, да, да. Все правильно. В нем бытие. Так, отлично. Разобрались с изменяющимся нечто. Нашли его моменты, этого изменяющегося нечто. И теперь нам... Мы должны заметить, что поскольку мы рассматривали нечто, все то же самое верно для... Все, что мы рассматривали, вот эти моменты, они также верны для определенности этого нечто. Потому что у нас нечто – это определенное наличное бытие. Мы его рассматривали как бытие на самом деле. Вот изменяющееся такое. Но все то же самое, все те же самые моменты верны, есть и в определенности этого нечто. Они можно все то же самое сказать про определенность этого самого нечто. И вот так оказывается, что если мы берем определенность, то есть берем ее как качество, которое есть в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием, это качество, вот такое качество называется «определение». То есть мы применяем два момента вот этих, себе бытие и бытие для иного, но немножко заглядываем на самом деле в сущность вопроса. Тут чуть-чуть вперед смотрим, но пока берем как есть, как нам дает Гегель на самом деле. Почему в единстве сущностно находится, это мы увидим уже, когда будем изучать учение о сущности. Итак, момент в себе бытия, качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием, называется определением. А определенность, которая есть лишь бытие для иного, называется характером. Вот, и здесь опять же мы возвращаемся к тому, что много где в науке используется категория определения. Но если вы откроете какой-нибудь там словарь, философский даже, или какой-нибудь учебник, что понимается под определением обычно там? Это взяли, ну обычно так говорят, взяли какие-то свойства предмета, в мешок так накидали, встряхнули в мешок, и вот это и есть определение, что получилось. Вот досконально все сводится к этому. Ну вот какие-то слова вокруг пытаются еще дополнительно сказать, но суть сводится именно вот к этому. Нам надо накидать в мешок различных свойств, перемешать их, и получится определение. Вот такой способ приготовления определения можно найти в плохих учебниках. А на самом деле оказывается, что мы должны взять качество, одно качество, их немного, которое, первое, сохраняется во всех изменениях этого нечета. То есть она, это качество, оно сохраняет нечто изменяющееся у нас, но качество вот это сохраняется во всех изменениях. И оно активно противостоит, то есть оно является в нем бытием, оно активно противостоит в переход в иное. То есть оно активно противостоит этому переходу в иное. То есть первое, оно сохраняется, но и не просто сохраняется, оно как бы удерживает нечто от перехода в иное И вот такое качество называется определение И тут все логично, ничего сложного нету, а как еще понимать определение? Но это вот то, что во всех изменениях сохраняется И не просто сохраняется как спокойное, а еще и активно противостоит переходу в иное А характер, да, это просто определенность, которая есть лишь в бытие для иного Ну и таким образом у нас получилось, что нечто у нас пристало как В качестве, значит мы получили, да, определение и характер И то и другое является нечто То есть мы рассмотрели изначально нечто, и оно пристало как становление, моментами которого являются два нечто Определение, это одно нечто, и характер, это второе нечто Очевидно, что они находятся в единстве, сейчас мы это рассмотрим, может быть более подробно То есть они являются действительно моментами и определения, и характер И вот мы, нечто теперь у нас стало тоже положенное То есть мы его отрицали, взяли его через определенность и пришли опять к двум нечто, к двум моментам уже Вот, ну и на этом давайте мы сделаем перерыв И может быть какую-то часть второго часа потратим на то, чтобы доскакать все-таки до, ну до, до бесконечного пытаемся доскакать А потом будем рассматривать ответы на вопросы слушателей Перерыв Да, давайте Слово положенное Да Оно звучит, не совсем понятно, как и почему мы его применяем Зазвучало Лично Я сказала с положенным Ну и сейчас мы слышали это слово Да Что это означает? Положенное, это взятое с отрицанием И все, да? Да, и все Взятое с отрицанием То есть то, к чему мы пришли через отрицание Вот и все Да, заметьте, вот есть такие словечки, которые у Гегеля, которые вроде как кажется что-то сложное А на самом деле ничего сложного нету, в них нету Если, скажем, вот там Гегель говорит, берем как абсолют Что это значит? Вроде как-то так сложно Берем как абсолют Что это такое? Что-то максимальное Вот, да, кажется, что-то как что-то всеобщее А наоборот, берем без всякого опосредствования То есть как будто бы изолировано Все, что было до этого Ну, как бы то Берем как чистое нечто Да, вот мы то, что было до этого, забыли Вот, и это значит взяли как абсолют То есть взяли непосредственно Не вместе с его опосредствованием Но взяли непосредственно Это взяли как абсолют Взяли не как положенное Получается? Да, если мы берем абсолют, это не как положено, это точно не как положено, потому что абсолют, это вот все забыли про то, что мы говорили на этом, скажем, сущее, что это значит? Ну, он говорит, сущее, вот сущее, сущее, вот берем как сущее. Ну, как минимум то, что оно и есть. Ну, это означает, что мы просто берем как наличное бытие, на самом деле, как рассматриваем перед нашим взором. Вот сейчас телефон как сущее, а вот он уже как не сущее. Но он есть ведь, но он не сущее для меня. А вот сейчас он как сущее. Я его сейчас рассматриваю, вот он как бы передо мной, вот это сущее. Мне вот не совсем понятно, когда мы пришли к сущности, почему мы решили, что оно является отрицанием отрицанием? Нет, сущность не является отрицанием отрицанием. Это понятие является отрицанием отрицанием. А, когда просто отрицательная природа сущность? Сущность – это просто отрицание бытия всякого вообще, отрицание всякого бытия вообще. И все. А к тому мы по этому пониманию пришли к сущности? Значит, мы рассматривали качество, потом рассматриваем количество, то есть безразличное качество наличное бытие. Потом мы рассматриваем единство, качество и количество, фактически рассматриваем меру. И потом переходим к такой категории, как узловая линия отношения меры. И после этой узловой линии отношения меры на самом деле меняется качество. То есть появляется новое качество, и все то же самое для бытия происходит, что и раньше мы рассматривали. То же самое количество изменения, опять мера и так далее. И оказывается, вот так вот движение происходит, и все меняется все время. Но что-то должно оставаться неизменным. Что-что общее. Да, что общее. Вот между всеми этими узловыми линиями отношения меры что-то общее есть. И Гегель доказывает, что есть что-то общее. Он уже смотрит по сути. Да, и это что-то общее оказывается не в сфере бытия. Потому что в сфере бытия мы видим, что все меняется. Но видите, и количество, и меры, опять же, это сфера бытия. Да, да. Говорит о том, что то, что... А оно меняется. Согласно из-за того, что мы переходим каждый раз вот эту узловую линию отношения меры, мы все время... И количество меняется, и качество меняется все время. Ну, это же бытие. Да, поэтому мы в сфере бытия, мы не можем найти то, что остается постоянным. Оно лежит не вне сферы бытия. Значит, надо отрицать всю сферу бытия, вообще все бытие отрицать. И вот это вот то, что мы будем отрицать, это будет сущность. Не является ли это волонтарист, это принятое решение? Потому что оно как-то вот... Кажется, что это то же самое бытие. Ну, в сущности это нет, никак не кажется. В сущности это никакое не бытие. Что-то вообще... Да, да. Но не в сфере бытия. Не в сфере бытия. Он показывает, что в сфере бытия все меняется. Можно тоже? Да. Я только понимаю, что я не до конца понимаю, как приходит чистое бытие в чистое ничто. Так. То есть вот как логически это... Смотрите, мы рассматривали чистое бытие. И мы определили, что в нем... Оно лишено всяческих... Определение определенности. В нем нечего созерцать как в таковом. Оно просто есть. И больше нечего о нем сказать, как о таковом. Нечего сказать, это значит, что мы пришли к мысли о ничто. Ну, это я все знаю, но все равно... Ну, вот вам и переход. То есть вот это то, что мне нечего сказать, равно... Да, это вы логически пришли к мысли о ничто. Ну, на самом деле, в действительности, конечно, это движение отражает... Это движение мысли, оно отражает движение в материи. В материальном мире. Мы много раз говорили, что вот эти движения, категории, которые мы пытаемся изучать в науке и логике, мы их рассматриваем материалистически. То есть мы рассматриваем как движение мысли и то, как движется мысль в нашем осознании. Но поскольку в нашей мысли отразился весь опыт человечества, на самом деле, в тех словах, которые мы используем, потому что что становится категориями? Категориями становится то, что очень много раз повторяется в общественной практике. Вот то, что много раз повторяется, очень много-много-много раз, оно становится категориями, оно только кристаллизуется в какую-то категорию. И даже в слова, просто вот словами становится то, что, ну, если вы посмотрите, там эти, как появились, вот у многих народов там никаких-то слов нету. Просто потому, что они в своей общественной практике не использовали это. Я имею в виду, ну, там какие-нибудь там эти... Я имею в виду, конечно, не достаточно развитые общества, а там первобытные общины. У них там изучали слова, там, я уж не помню, кого точно, не буду сейчас говорить, но у них многих слов просто нету. Потому что в их практике они не встречаются с этим. И у них нету в языке таких слов вообще. А поскольку, ну, мы так считаем, вообще-то это правильно, русский язык, немецкий язык, они достаточно развиты, то мы в нем, в этом языке можем найти отражение всего движения, которое происходит в материи. И мы будем изучать движение вот этих категорий, как бы, в мысли, но при этом помнить, что эти категории отражают материальный мир. И в этом смысле мы изучаем материальный мир. Ну, и поэтому, вот, когда чистое бытие переходит в чистое ничто, если что-то есть, то это значит, что его и нет одновременно. Потому что, ну, вот возьмите, вот, книга, да, она есть, но она, ее там, как бы, скоро не будет, я, очевидно. В том смысле, что, ну, все разрушается, все, она придет в ничто очевидным образом. Ну, это мы только узнаем, когда она придет в ничто. Ну, это вы, потому что курие ко времени привязали, а я и так знаю это. Ну, вот, и это, вот это движение, то, что все приходит, все, всякое бытие становится ничто, оно отразилось из-за того, что, ну, оно отразилось из реального мира. Но при этом мы находим вот это, вот это движение между категориями, мы к ним приходим логически. Вот такая история. Нет, ну, понятно, что за каждым словом физический объект, либо его свойства, либо его свойства, либо его взаимодействие. Да, 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 не ли взаимодействие, повторенное, еще раз повторенное, очень много раз. То есть прошедшее через какой-то фильтр такой общественный. Ну, естественно, огонь. Ну, не сытка времени же все равно нужна, все-таки, движущая сила, так а время все равно. Ну, в категории, в категориях науки-улоки времени нет вообще. Понятно, но в реальном мире. В реальном мире, ну, есть это, как бы, это свойство, ну, как бы, тоже свойство, просто одно из свойств материи, вот это время, то есть, как бы, ну, момент неравенства себе. Пространство – это момент материи, нравится с собой, время – это момент неравенства с собой, вот и все. Вижущие силы внешнего времени просто попадут. Так, а мы же изучаем все-таки мышление. Да, мы изучаем мышление, но… Мышление тоже в течение времени это все происходит? Нет, 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 когда мы говорим, когда мы изучаем там категории, времени нет у нас такого понятия, вот в науке-логике нет. И очень многие связывают, вот в ответах как раз говорят о процессе, процесс чего-то там. Вот процесс как раз, категория процесс – это движение, связанное со временем. Категории процесс мы не используем, вот в, говоря о движении в науке-логике. В науке-логике движения именно логические движения. Одно переходит в другое логически. Так, ну что, давайте продолжать. Значит, остановились, я напоминаю вам, мы остановились на том, что мы рассмотрели нечто, и нечто пристало перед нами, как становление, моментами которого являются два нечто – характер и определение. И для того, чтобы нам пойти чуть-чуть дальше, нам нужно заметить, что и в том, и в другом нечто есть определенность. Потому что характер – это есть определенность. То есть, ну, взято, изолировано, качество, как качество. И, извините, определение есть качество, да, и характер есть определенность. Значит, это одна и та же определенность, вообще говоря. Потому что мы изначально рассматривали нечто, и у него вот брали эту определенность. И рассматривали эту определенность с двух сторон. Со стороны бытия для иного и со стороны в себе бытия. Соответственно, есть вот эта определенность, которая принадлежит и определению, и характеру. То есть, одному и другому нечто. Так вот, определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, есть граница. И категория граница тоже достаточно богатая, не просто такая вот проходная категория. Очень часто задают вопрос, связанный с классами, как раз. У нас те товарищи, которые пытаются записать в рабочий класс всех подряд, они почему-то считают, что они диалектику, очевидно, не изучали, многие знают даже, о каких товарищах мы говорим, и они просто диалектику презирают и выступают против нее. И, соответственно, они, когда говорят о классах, классы – это большие группы людей, значит, они считают, что все человечество нужно разделить ровно на классы, разрезать линию по-человеческой, вот этот в один класс, вот этот в другой класс, и это математический подход. В математике, если вы заметите, есть такая операция, называется факторизация. Вот там всякие, особенно это в алгебре используется часто, там, фактор множества. Что это значит? Это значит, что мы взяли большое множество и сказали, что там, вот, одни и те же элементы мы, как бы, факторизуем в один элемент. Вот, это называется, как бы, факторизация, то есть, разделяем все элементы на вот такие большие, ну, или небольшие, в математике про размер не идет речь об этом. Да, то есть, факторизуем множество. Вот, и такая, такую же пытаются механическую провести операцию с обществом. То есть, надо обязательно про человека сказать, принадлежит ли он рабочему классу или буржуа. Других вариантов нету. А в действительности, если, значит, вот мы как раз говорили про это, если у нас есть два противоположных класса, как два нечто, мы их рассматриваем, рабочий класс и класс буржуазии в обществе, у них есть одна и та же определенность, которая соединяет их и разделяет их одновременно. И эта определенность есть граница. Поэтому все те, кто не попадает в класс буржуа и не попадает в рабочий класс, они принадлежат границе между этими классами. Вот и все. И тут никакой нету мистики, и не надо пытаться запихнуть границу в класс. Граница – это определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Ну вот, например, если взять каких-нибудь рабочих, трудящихся, которые заняты в сфере продаж, например. Но вот они занимают такое промежуточное положение. То есть, с одной стороны, они могут даже перемещать какие-то материальные вещи. То есть, например, раскладывать на полках что-то. Это очевидно, передвижение материи в пространство. То есть, они непосредственно изменяют материю. Но, с другой стороны, они тут же сидят на кассе, считают деньги, выполняют какие-то другие задачи. То есть, большая часть деятельности их не относится к тому, что мы подразумеваем под классом рабочих. Поэтому они принадлежат границе. И все, они находятся в границе. И ничего здесь сверхъестественного нет. Отлично. Про границу. Разве не кто соединяет их и разделяет как производственные отношения? Нет. Почему? Секундочку. Нет. Мы сейчас, если говорим о производственных отношениях, то нам нужно будет уйти... Ну, если мы говорим про классы и про производственные отношения, то нам нужно будет уйти в категории сферы сущности. Мы поговорим на занятии следующем, про сферу сущности. Мы будем про это говорить. Если рассматривать непосредственно просто как два нечто, два класса, то есть, у них есть граница. Вот и все. Пока таким образом можно рассматривать. Так. Значит, рассмотрели. У нас нечто получило, два нечто, и граница, и определенность, которая соединяет и разделяет эти два нечто, мы назвали ее границей. И теперь нечто вместе со своей монетной границей, то есть, теперь у нас не просто нечто, как бы, нечто, нечто, но нечто, взятое вместе со своей границей. Причем границей в смысле определения этой категории. То есть, как определенность, которая соединяет данное нечто с другим и разделяет. Так вот, если нечто взять с его и монетной границей, получается конечная. Вот. И дальше какая история получается? Что, с одной стороны, нечто есть благодаря своей границе, ну, просто потому что это именно определенность, которая данному нечто принадлежит. То есть, нечто, вообще говоря, есть благодаря этой определенности. А с другой стороны, это определенность иного. И нечто нет благодаря этой границе. И оказывается, что из-за того, что нечто есть и одновременно есть, и его нет благодаря своей границе, нечто выходит в иное. То есть, благодаря вот этой связи, вот этой определенности, она выходит в иное. И вот этот момент выхода в иное, да, и тут два момента возникают. Первое – это граница, которая переступается, за которую выходит. Это называется пределом. А с другой стороны, это один момент конечного. А с другой стороны, второй момент – это момент бложественования. То есть, как раз быть тем, кем я не есть. То есть, предел – это вот эта граница, а бложественование – это выход за эту границу, собственно говоря. Но не просто выход за эту границу, а именно то, что… Значит, ну, не непосредственный выход, а именно как бложественование, как… Как тут правильно сказать? Ну, в общем, надо сформулировать так. Просто быть тем, кем… Чем нечто не есть сейчас. Вот, и так как нечто выходит в иное все время, оно переходит свою границу, у него есть два момента, вот этот предел и бложествование, соответственно, нечто выходит в иное, получается опять нечто, оно опять выходит в иное, получается опять нечто, и так далее. И вот этот выход бесконечный, он приводит нас к пониманию того, того, что такое дурная бесконечность. То есть вот это вот все время конечное, очередное конечное, которое выходит за свой предел и становится… Переходит в иное, становится другим конечным, опять другое конечное и так далее. И мы таким образом получаем вот эту дурную бесконечность. А в действительности правильное понимание бесконечного заключается в том, что на самом деле есть только бесконечное, а нечто является лишь… А конечное, извините, является лишь его моментом. И здесь опять же интересно может быть то, что два… Вот мы говорили, когда рассматривали определенное научное бытие, простите, когда мы рассматривали качество, мы говорили о реальности и об отрицании. И когда мы говорим о бесконечном и его моменте конечном, то опять же мы можем рассмотреть реальность и отрицание. И вот бесконечное, взятое как в единстве с конечным, реальностью в этом случае будет являться само бесконечное. А конечное будет являться так называемым идеальным. Да, сейчас мы посмотрим, не ошибся ли я. конечность, определение хора, граница, бесконечность, бесконечность, да, и вот идеализм. Вот здесь есть вопрос об идеализме. То есть в рассмотрении бесконечного, когда говорится об идеальном, имеется в виду конечное, как момент бесконечного, это идеальное. А реальное, это как раз все бесконечное. Так, давайте на этом пока мы остановимся, поскольку времени осталось не очень много, но надо бы рассмотреть ошибки и недочеты товарищей, которые прислали ответы. Давайте начнем с того, я потом зачитаю, кто получил зачет, а начну я с рассмотрения ответов. Так, Абсалямов Никита Игоревич, город Магнитогорск, раскрывает вопрос о снятии и пишет, снятие – это момент развития, в ходе которого последующая ступень развития выбирает в себя то позитивное содержание. вы берете более сложную категорию, категорию развития и пытаетесь через нее определить категорию снятия. Это вообще говоря недопустимо. Вот, снятие – это просто отрицание с удержанием, ничего более. Количество – это определенное в бытие качество. Нет, это неправильно. Количество – это безразличное к качеству бытия. Так, Патрик Александрян пишет следующее. Так как любая наука раскрывает вопрос о начале в диалектике. Так как любая наука, в том числе диалектика, должна начинаться с простого и разворачиваться к сложному, то наука логики в своей основе должна взять самое простое понятие. Ничего себе! Самое простое понятие – самую простую категорию. Не надо брать понятие – это категория, но более сложная. Мы вообще про понятие в учении о бытии не говорим. Мы имеем дело с категориями. А именно то, что есть чистое бытие. Также можно за основу взять и ничто, как самую простую категорию. Ну, здравствуйте! То есть, не важно, что мы берем. Чистое бытие за основу или ничто. Все-таки то, что есть, это бытие, чистое бытие. Да, мы потом говорим, что чистое бытие не отличается в этом смысле от чистого ничто. Но первая категория – это чистое бытие. Когда ничто исчезает в бытии, а бытие ничто – это возникновение и перехождение. Что значит когда? Ничто переходит в бытие, а бытие переходит в ничто. Так, Александр Владимирович Алексеев. Потому что начало должно быть абсолютным, абстрактным. Ну, вот что вы здесь имеете в виду? И что значит потому что? Кто это сказал, что начало должно быть абсолютным и абстрактным и так далее? Так, Аникиев АА, не знаю, имени общества, пишет товарищ, моменты становления, движение, исчезновение, бытия в ничто и ничто в бытии. Не в бытие, а в бытии. Есть становление. Ничто становится бытием. Ничто становится бытием. Это возникновение. Бытие становится ничто. Это прихождение. Товарищ пишет прихождение. То есть кто-то как будто приходит куда-то через И. Следите пожалуйста за этим. Снятие и отрицание с удержанием предыдущего опыта. Товарищи читайте, что вы пишете. Мне многие товарищи пишут, прочитайте мою работу. Вы сначала сами свою работу прочитайте, потом и я ее прочитаю, возможно. Антипов Иван Сергеевич. Да, вот я не знаю, Михаил Васильевич где-то оговорился на лекции, но я это много где слышал, определенность наличного бытия есть качество. Прямо так многие пишут. То есть отождествляют качество с определенностью, что определенность и качество это одно и то же. Нет, определенность взята, изолирована, есть качество. Одна и та же определенность, которая соединяет и разъединяет, но все-таки не разъединяет, а разделяет, два нечто, называется границы. Почему вы нечто поставили в кавычки? Что, то есть вы не о нечто говорите, а о чем-то другом? На что вы намекаете нам? Непонятно, зачем тут кавычки. Два нечто просто. Данил Сергеевич Банников. Небытие принятое в бытие так, что конкретное целое имеют форму наличного бытия. Определенность наличного бытия или качество. Ну опять, вы перепутали определенность и качество. Да, вот товарищ Бикмаматов Азад Акалбекович, город Бишкек, очень правильно ответил на вопросы и задает свой вопрос. Видимо, мне. Или Михаилу Васильевичу. Пишет, М.В. Попов говорит, что предел это граница, которую переходит. А можно ли быть пределом граница, до которой не доходит? В этом случае получается, что дожествование, как заставляющее выходить свою границу, переходит в предел, а предел, не могущий дойти до себя, становится дожествованием. Это выходит из-за того, что они моменты конечного, как ставшие отрицанием моментом границы, определение характера, чтобы друг в друге отражались. Значит, нет, так нельзя понимать. Это граница, предел это именно граница, которую переходит. И вот, для того, чтобы вам более хорошо с этим разобраться, я крайне рекомендую прочитать... Сейчас скажу, где... Да, вот, по крайней мере, вот в этой книге, вот в этом издании, у меня на странице 111, но у вас где-то после предела дожествования есть такое примечание, в частности, про дожествование, где, во-первых, Гегель говорит, что пределы дожествования – это моменты конечного, это первое. А во-вторых, он прямо вот отвечает на ваш вопрос, что не может быть пределом границы, до которой не доходят. То есть, если границы, до которой не дошли, то это не является пределом ни в коем мере. Или, скажем, вот он приводит конкретный пример, что для камня мышление не может быть пределом, потому что он не переходит границу, он до нее и не доходит в этом смысле. Вот. И тут, кстати, интересное очень замечание, в том числе, он делает, которое следует многим иметь в виду, когда мы говорим про дожествование. Дожествование – это очень простая категория. В каком смысле? Когда говорят, что я чего-то должен сделать, ну, там, когда говорят, например, что я должен провести лекцию, что этим самым хотят сказать? Этим самым просто нам сообщают доверительно, что я ее пока еще не провел, больше ничего. Вот. То есть, ну, как бы, и вот тут Гегель замечает по этому поводу. «Ты можешь, потому что ты должен». Это выражение, которое должно было много говорить уму, содержится в понятии дожествования. «Ты можешь, потому что ты должен». Но столь же правильное и обратное утверждение. «Ты не можешь, именно потому что ты должен». Вот это как раз то, что я сказал. Дожествование – это только фиксация того, что этого еще нет. И все. Поэтому, когда вам говорят, что кто-то должен, кто что-то должен, ну, там, не знаю, давайте какой-нибудь этот, какой-нибудь забавный пример приведем. Есть такой экономист буржуазный, я очень люблю его обсуждать все время, Хазин, да, он все время рассказывает нам о том, что Путин должен сделать левый поворот. И в этом смысле я полностью согласен. Вот, то есть, как бы, ну, должен, да, но он его еще не сделал. Вот и все. Это тот единственный, в чем, как бы, в этом, в этом, в этом утверждении, единственное содержание этого утверждения. Так, идем дальше. Михаил Леонидович Белов, город Минск. «Граница – это место, где нечто переставило быть собой и становится им себя». Ну, вы как-то к пространству это все пытаетесь привести, это не место, это все-таки определенность, которая соединяет и разделяет два нечта. Наталья Вячеславовна Буданова. «Чистое бытие, чистое ничто, бытие – ничто, возникновение – прихождение». Просто какой-то набор категории вы изложили здесь через запятую, непонятно зачем. Дальше вы пишете «Движение, исчезновение – ничто в бытие и бытие в ничто». Это главная категория и называется она становлением. Ну, во-первых, я бы поспорил, что это главная категория. Это, можно сказать, первоистинная категория, но главной она ни с какой стороны не является. Но вы здесь пишете «Движение, исчезновение – ничто в бытие и бытие ничто». На самом деле «Движение, исчезновение – ничто в бытие и бытие в ничто». То есть одно погружается в другое, исчезает в другом. Так, Вахтомов Николай Сергеевич, Магаданская область, поселок Ягодное. Почему начало – чистое бытие? Если начало – не развитый результат, то начало должно быть самым простым моментом этого движения. Тот момент, когда мы обозначаем, называем понятие основания всего дальнейшего движения. Ну, вы чувствуете, что мы говорим о самом простом, о начале, о чем-то очень простом. А вы тут уже нам рассказали про моменты, про понятия, про движение. Грубым сравнением был бы вывод, был бы ввод, точнее, переменный, не ее обозначение, а именно ввод, да ее отрицание. Если речь заходит о простоте, то проще самого понятия не может быть уже ничего. Это как именно точка, которую мы обозначили. В общем, вы тут что-то, какую-то тень на плетень навели и добавили сложности. А как раз сложность здесь никакую добавлять не надо. Есть чистое бытие, и нечего о нем сказать, как и таковом. Все есть чистое бытие, поэтому с чистого бытия я начинаю. Антон Михайлович Войтович. Бытие – простейшая категория. Нет, чистое бытие – простейшая категория. Вот, развитие идет от простого к сложному. Это неправильное утверждение, но, правда, эту ошибку очень многие часто делают. То есть, такое ощущение, что есть развитие, вот есть простое, есть сложное, есть развитие, которое идет от одного к другому. На самом деле, развитие заключается не в этом. Развитие заключается в том, что простое движется к сложному. То есть, оно было простое, и оно само становится сложным. А нету, как бы, простое, сложного, некого внешнего наблюдения о развитии этого движения. Так что, не от простого к сложному, а просто движение простого к сложному. Прихождение, опять у товарища тоже. Обратите на это внимание. Прихождение. Одно переходит в другое. Снятие, момент развития, в котором соединены как отрицания, так и сохранения. Ну, ничего себе. Момент развития неправильный. Качество. Изолированная определенность. Изолированная определенность. И определенность взятая, изолированная, лучше сказать. Так. Герасимов Федор Михайлович. Город Новый Уренгой. Почему начало чистое бытие, первая категория диалектики? Потому что про него еще ничего не сказано, о нем ничего не известно. Оно просто есть. И что-то мне здесь не понравилось. Не знаю, что. Моменты становления. Переход чистого бытия в чистое ничто. Возникновение чистого ничто в бытие. Прихождение нет. В становлении нечистое бытие переходит в чистое ничто. А бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Чистота их уже теряется в становлении. Они друг друга переходят неоднократно. Николай Александрович Горбачук. Граница то, что объединяет и разъединяет два нечто. Ну да то, что? Так что-то вы не хотите назвать, что это такое? Это определенность, а не просто то, что. Что? Качество. Определенность нечто взятое. Изолировано. Да, почему определенность нечто-то? Определенность наличного бытия взятое, изолировано. Определенность это женский род, а не взятое. Значит, это определенность взятое, изолировано. Николай Сергеевич Дзюин Прихождение через И Можно сказать, что это бытие Приходящее в ничто, а ничто, приходящее в бытие Не бытие, а бытие Алексей Михайлович Даровский Граница соединяет и разделяет два нечто Ну это правильно, конечно Но это не просто Она не просто соединяет и разделяет два нечто Она является определённостью Святослав Ёжиков Да, вот это товарищ понаписал Категория качества обозначает такую определённость явления Которая отличает предмет среди других Делает его тем, что он не есть То есть вы тут всё упаковали нам Явление, это категория сферы сущности Предмет какой-то у вас И делает тем, что он не есть То есть даже словами мы сюда впихнули В категорию качества Вот я думаю, что вот это списано С какого-то очень плохого словаря Количество выражает то общее Что свойственно разным вещам В чём они сходны Является совокупностью множеств И величин, характеризующих вещь Найти количественную определённость вещей Значит сравнить её с другой Обладающей тем же свойством Где вы это нашли? Удивительно Так, Денис Юрьевич Каюткин Да, товарищи, вы отвечаете на вопрос И напишите хотя бы на какой вопрос вы отвечаете А тут получается так Один точка Потому что начало должно быть абсолютным Ну, хорошее начало вообще предложения С потому что начинать Оно ничего не должно предполагать Ничем не должно быть опосредованно Да, вот это вот тоже такое Это предирка уж совсем Хотя важная Не опосредованно, а опосредствованно Средство, а слово средство Хотя, если вы найдёте, например, в словаре Даля Он пишет там о том, что опосредованно и опосредствованно Это слова-синонимы Но вот когда мы говорим опосредованно Это что-то посредом происходящее А опосредственно это имеет под собой средство То есть некое средство Для того, чтобы это получить И вроде как Казалось бы, всё равно, что какое слово Использовать Тем более Даль нам сказал, что это одно и то же Но вот если вы обратите внимание на Тех людей, кто много написал Вот на Владимира Ильича Ленина Вы нигде Он очень много где использует слово опосредованно Но нигде не использует слово опосредованно Так что вот я рекомендую учиться у гениев И в своём письме именно на это акцентировать Что это речь идёт про средство И писать опосредственно Так, Вячеслав Евгеньевич Кириллов Начало – чистое бытие, потому что оно есть Ну это как-то вяло, конечно Не поэтому Моменты становления – это начало, развитие и приложение Но это вы хватанули Моменты становления мы разобрали Сегодня это прихождение и возникновение Снятие – окончательная постановка вопроса В общем, непонятно откуда вы это взяли Да, качество – это категория меры Тоже мимо Изменение – развитие Не туда Граница – предел, который переходит Тоже неверно, но тут хоть что-то вы попытались написать Поэтому я поставил зачёт вам Вот Андрей Клюшенков Граница – определённость в скобочках Ничто, которое соединяет и разделяет два нечто Почему ничто? Определённость – это не ничто Это не бытие Что вы так – ничто Должествование Потенциальный переход в иное конечное Но это момент, на самом деле, конечного Да Который просто является Который определяет Бытие тем, что данное конечное не есть Терентий Андреевич Кокодей Почему начало – чистое бытие? Потому что начало – есть возникновение Оно показывает характеристику бытия, когда оно берётся в качестве лишённого каких-либо других определённостей Начало – не есть возникновение Возникновение – это более богатая категория, чем начало Качество, определённость наличного бытия выражают особенности предмета Тоже Вот непонятно, откуда Вот я много в работах видел, что качество и определённость отождествляется прямо Пишет – качество – это определённость Нет, это определённость специфическая Специфически рассмотренная, взята и изолирована Галина Анатольевна Команицына Качество – это существенная определённость предмета В силу которой он является данным предметом и отличается от других Но опять, существенная определённость предмета Не то Так, Криньков Вячеслав Владимирович Качество – это определённость наличного бытия Опять, то же самое Качество, взятое как ничто Определённое наличное бытие Есть отрицание Просто качество, рассмотренное как ничто Есть отрицание Почему определённое наличное бытие это? При изменении своих свойств, ценностей и так далее Качество перестаёт быть тем, что оно есть Вообще не понял, про что это вы пытались написать Непонятно Кравчук Сергей Николаевич, город Рязань Возникновение и прихождение Оба, по сути, становления Нет, возникновение и прихождение Возникновение отдельно не является становлением И прихождение отдельно не является становлением Вы путаете с противоречием Когда каждая сторона противоречия Является одновременно и целым А в становлении такого не происходит Возникновение и прихождение Возникновение – это возникновение Оно становлением само по себе не является качество есть определенность опять не туда гуля лангфельд или лангфельд прошу прощения австралия начало не развитый результат она существует ну в целом то может быть это конечно верно но категория существования это категория сферы сущности для того чтобы говорить о существовании вам нужно говорить об условиях об основании и так далее а раз она существует это значит мы говорим в тот момент о бытие не надо категорию существования использовать для того чтобы говорить о самом простом о начале становление объединяет возникновение прихождения одной категории из другой посредством отрицания той другой категории но это совсем не верно становление это единство двух моментов один из которых возникновение другой прихождение валерий алексеевич ларионов по гегелю качество есть противоположность бытию когда она бытие обладает определенностью не то тем самым и существованием что значит тем самым и существованием качество не существует само по себе она в связи с предметом благодаря качеству предмет становится данным не иным нет тут вы не попали вообще никуда что вы хотите сказать непонятно лески владимир александрович город санкт-петербург качество определенность наличного бытия не бытие а его свойства то есть во первых это не просто определенность наличного бытия а во вторых никакое то не свойство свойства опять это категория сферы сущности более поздняя категория здесь она совершенно не нужна для того чтобы и про качество арсений степаевич почему скопировалась как степаевич может быть степанович лушин начало это не развитый результат а началом диалектики является чистое бытие она она берется за точку отсчета для размышлений но опять-ка это точка отсчета для размышлений какой-то механицизм вы сюда пытаетесь геометрический такой привлечь этого не надо да вот прихождение вас переход из бытия в ничто нет опять как бы такое ощущение что некая некая третья из бытия ходят в ничто это само бытие переходит ничто и то же самое переход не из ничто бытие а ничто в бытие и это возникновение любовь анатолиевна сафронова да вот вот тут подописали снятие тире понятие в котором отражена диалектическая диалектические борьба и единица противоположностей то есть вы тут сразу же нам хотите про и если борю противоположности рассказать то есть а противоречия как противоречия как-то ввести нет нам здесь такие сложные категории пока не осилить это некое преобразование в котором прежнее отрицается но вместе с тем некоторые его моменты сохраняются в дом как подчиненные не некоторые моменты сохраняются все удерживается все удерживается одновременно отрицается и одновременно удерживается они некоторые моменты и не как подчиненные возможно так коммунизм отрицает капитализм но не все что было при нем само производство средства производства остаются как важные элементы устраняется только частная собственность на средства производства но в этом тут вы правы конечно коммунизм удерживает из капитализма средства производства да можно сказать что дети это снятие их родителей да можно сказать и часто посмотрев на ребенка вы можете сказать что удерживал удержалась от родителей там данном ребенке так дальше вселенная не есть нечто однажды созданное неизменное все постоянно изменяется переходя все на новые и новые качественные уровни и вы отвечаете этим самым вопрос номер восемь я даже не понимаю что такое вопрос номер восемь что вам про вселенную решили проговорить а про истинное бесконечное вы говорите вот как вселенная бесконечность и конечность связаны так на бесконечное это выход за пределы конечного конечное то за пределы чего можно выйти то есть в самом себе уже содержит отрицание которое есть бесконечность нет бесконечность содержит себе моментом конечно я так игорь олегович скрипачев да игорь олегович почему-то категории пишет с большой буквы как будто бы это их имена ничто большой буквы в бытии большой буквы опять и так далее на что вы тут намекаете непонятно не надо категориям приписывать какой-то это божественный смысл категория все пишутся с маленькой буквы снимая одни противоречия мы неминуемо обретаем новые процесс борьбы противоположности неизбежен борьба противоположности прекращается уходом в иную область в ничто уйдя в иную область мы опять встретим борьбу противоположности хотя уже иную вы тут все перепутали зачем тут нужно борьба противоположности в ответах на вопрос значит товарищи дорогие вам нужно сконцентрироваться на простом на ответе на данный вопрос не надо растекаться мыслью И не надо излагать все то, что вы запомнили, когда бы то ни было, из всех лекций. Это лишнее. И напишите одно предложение, напишите его правильно. Напишите категорию так, как она есть. Снаятие. Вот товарищ просит прочитать их работу усиленно. Читайте свои работы тоже. Снаятие. Чтобы не получалось, что вы говорите о снаятии. Так. Ну, собственно говоря, на этом мои замечания заканчиваются. Давайте я не буду перечислять всех тех, кто получил зачет. Они получили уведомления о зачете в СДО. Поэтому товарищи узнают, что зачет они получили. На сегодняшний момент, на текущий момент, 129 работ. То есть пока мы тут с вами разговаривали, еще 9 человек решило ответить на вопросы. Видимо, по следам наших разборов. Но это хорошо. Это хорошо. Вот. Возможно, я их ответы тоже проверю. Вот. Но в целом, то, что мы здесь разобрали, достаточно для того, чтобы понять, правильно или неправильно вы ответили на вопросы. Ну что, осталось у нас там 5-10 минут. Есть ли какие-то вопросы? Да. Да, давайте. Ну, спасибо большое. Так, вопрос. Бытие отрицает ничто? Бытие не отрицает ничто. Бытие переходит ничто. Становление наличное в бытие – это моменты? Моменты чего? Значит, в становлении есть моменты. Два момента. Давайте не будем накидывать все в одну кучу и путать. Значит, еще раз. В становлении есть два момента. Моменты становления – это возникновение, переход ничто в бытие, и прихождение – переход бытия в ничто. И это два момента становления. Дальше. Когда мы становление отрицали, мы получили наличное бытие. Ну, движение логическое произошло к наличному бытию. Наличное бытие, следовательно, содержит в себе становление. Оно есть в себе становление. В снятом виде. В становлении есть два момента. Поэтому и в наличном бытие есть те же самые два момента, потому что оно и есть становление. Ну, снятое становление. Чем вам плохо снятое становление? Ничем не плохо. Если на личном месте есть снятое становление, значит и в нем есть два момента тоже, те же самые. Почему говорят наука логики? Если логика наука о мышлении, получается наука о мышлении? Наука логики – это название книги. Гегель так ее назвал – наука логики. Все, вот и ответ. А логика сама, конечно, наука, если мы говорим о науке, у разделе философии, логика, диалектика можно говорить, просто говорить диалектика, которая изложена в книге «Наука логики». Книгу так назвал Гегель. Ну что, спасибо, товарищи. Думаю, что мы продуктивно провели наш семинар. Гегель использовал термин «определенность». Можно предположить, что он его использовал только по той причине, что как только у нас возникает определенность, неопределенность исключается. Либо же это исходить с каких-то другими. Категория «определенность» в философии была известна и до Гегеля. Он ее вывел таким образом. Но когда он ее вывел, получается так, что когда мы наткнулись на определенное наличное бытие и нечто стали рассматривать, у нас с этого момента все стало определенным. То есть все получило свою определенность. И вообще говоря, когда мы рассматриваем какой-то предмет и изучаем этот предмет, мы на самом деле должны говорить не о предмете, изучаем мы его, можно сказать, опосредственно, через его определенности. То есть мы рассматриваем определенности предмета и таким образом изучаем предмет, опосредственно. Вот. Когда мы говорим «сладкий чай», что является определенностью чая в данном случае? Сахар. Ну, сахар. Сахар, не чай, очевидно. То есть вот определенностью сладкого чая является сахар. То есть, чтобы понять, что такое сладкий чай, мы не нужно говорить о сахаре вообще. То есть не о чае, а о сахаре. А это его, это сахар, это определенность сладкого чая. Вот. Поэтому тут ни о неопределенности вообще говорить не приходится. Просто вот определенность как категория. Спасибо. 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 Спасибо.